Друзья, всем привет! У нас сегодня одна из самых долгожданных рыбалок. Мы приехали на водоем Дубовый Хуторок. Это такое небольшое озеро, но с очень большими рыбами. Ровно год назад мы здесь были в первый раз и поймали тогда... Напарник поймал на 25 килограмм карпа, Семен на 18 карпа поймал, Амура на 11, и соседи напротив, тоже наши знакомые, ловили Амура там 18-20 килограмм. В общем, тогда отлично отловились. Прошел уже год, рыбы стало еще больше, она еще подросла. Поэтому сегодня мы приехали охотиться за по-настоящему крупными карпами. Поэтому давайте делать прикормку и начинать ловлю. Два дня назад на водоеме был турнир по ловле карпа. И, конечно же, все спортсмены активно кормили рыбу, с помбом кидали. Ну и, скорее всего, перекормили немножко. Обычно после турнира, там, два-три-четыре дня рыба плохо ловится, потому что каждый спортсмен выкидывает очень много корма для того, чтобы привлечь себе в сектор как можно больше рыбы. Но, несмотря на это, мы взяли достаточно много корма, приехали на двое суток, и, возможно, рыба после соревнований адаптируется уже к сегодняшнему дню, там, к вечеру, к завтрашнему дню, не знаю, и будет активно питаться. Поэтому корма нам нужно больше, много. Корм у нас разный, так и донный, так и зиговый. На улице лето, жара, середина, точнее, начало июля. И рыба также гуляет поверху, возможно, есть какой-то термоклин, не знаю. Очень много выходов крупной рыбы именно с поверхности. Поэтому можно будет попробовать даже половить на зигрик. Что касается донной прикормки, то мы, конечно же, приехали за 20+. Конечно, нужно войти в клуб 20+, и поймать рыбу трофейную этого веса. Поэтому прикормка достаточно тоже крупная фракция. Есть пыльки. Вот, GBS новый, слива. Вообще, я взял все сливовое, потому что, ну, собирал информацию перед рыбалкой, и все говорят, что те, кто здесь ловит, то есть слива хорошо работает. Кстати, у парней вон поклевка. С Настей уже забросили. Вот, ну, по рисковым методам так забросили, без корма. Ну, иногда поклевывает рыбка, но не крупная. У Андрюхи сход. Вот, поэтому я буду делать крупную фракцию, мельчить не буду. Ну, единственное, попылим немножко. Попылим прикормкой и гейзером, для того, чтобы привлечь рыбу, возможно, собрать ее. Вот, хотя водоем как бы небольшой, но рыбу-то как-то привлекать и кормить все равно нужно. Рыбаков на водоеме много, мы не одни. Вот, от ЖБСа вышли новые бойлы, это пылящие. Также слива. Ну, взял 3 килограмма, но думаю, пыликов, ну, килограмма-полтора, наверное, использую для начала, на первые сутки. Если будет мало, то добавлю. Пыльки довольно-таки твердые, имеют хороший аромат, такой насыщенный сливой. Я их дома кидал в аквариум. Хорошо они пылят, именно пылят, создают муть. Ну, для удержания рыбы, конечно же, нам нужна варенка. Варенка также будет слива. Начнем пока с нее. Пылики у нас 2,4-е, варенка 20-е. Также пока килограмм добавим. Кстати, в водоеме очень много осетра крупного, там 6-7 килограмм, есть и на 15, есть веслоносный. Поэтому мы даже с собой взяли пелец рыбный, Red Halibut, 20-го диаметра, или даже, да, 20-го диаметра. Вот, осетр хорошо отзывается, именно на рыбные запахи, вот, на пелец. Поэтому мы бойлы делаем фруктовые, чтобы осетр не подходил на наши карповые точки. А отдельно, где-нибудь в сторонке, сделаем рыбную точку и попробуем поймать осетра. Ни разу не ловил, поэтому очень даже интересно. Ну, а пока добавляем бойлы. Вот, что касается основной прикормки, также есть быстро растворимый пелец, 14-го тоже запаха слива. Он примерно стоит в воде, наверное, ну, минут 20, наверное. Он такой достаточно крупный, длинный, также для создания муки и также для вот привлечения рыбы. Мути, конечно, будет много, потому что муть дает и пелец, и бойлы, и гейзер. Но гейзер содержит очень много всяких полезных ингредиентов, которые притягивают карпа. Это различные там аминокислоты, протеин, бетаин и так далее. Вот. Ну, а бойлы и пелец, он также создает муть именно такую фруктовую запахом сливы. Вот. Гейзер будет растворяться, конечно, дольше, чем пелец. Он примерно там минут 50, наверное, будет растворяться, создавать такую муть. И распространяться больше, так как один гейзер весит гораздо больше, чем, к примеру, один пелец. И несмотря на то, что пелеца мы добавляем тоже около килограмма, гейзера все равно будет больше, он будет сильнее подниматься именно вверх. То есть, пелец и бойлы не просто будут пылить там на дне, ну, может, там 5 сантиметров, 7 сантиметров будут поднимать свою пыль вверх. А гейзер, он будет поднимать вверх именно до самой поверхности, то есть полностью. Здесь глубина примерно 2 метра, и вот эти частицы, они полностью будут всплывать на расстоянии 2 метров и распространяться вот так вот по сектору, а то, возможно, и дальше. Все зависит от подводного там течения, ветра, волны и так далее. Ну, прикормку делаем большими такими порциями будем кормить. И прикормки делаем много, большой фракцией и разные ингредиенты, а там уже что будет по вкусу карпа, уже будем смотреть по отзыву. Вот, ну и, конечно, зерно. Насчет зерна долго я думал, добавлять, не добавлять, но здесь также есть много очень амура, очень много сазана, дикого, поэтому, я думаю, нужно добавить. у меня есть вот такой микс, здесь микс называется монстр микс, 4 килограмма, здесь конопля, тигровый орех, кукуруза, вот, именно для крупной рыбы, такой крупный, крупный, крупный орех, крупная кукуруза, вот, поэтому, думаю, ну, все-таки, килограмма два добавить, пусть будет. Разрез тут есть, нужно просто разорвать. Что удобно в этой пачке использовать, тем, что она вакуумированная, и вы просто вот открыли ее и высыпаем. Пацанов опять клюет, но по рыбе непонятно. Рыба прыгает, да, рыба хорошо гуляет, поверху особенно, ну, пацанов, есть уже поклевки из-за дна, но зиг мы все равно поставим. Для зига, кстати, я буду использовать бойлы, крышеные, прям такие мелкие частицы. Гейзер поломаю напополам и гейзер покрушу тоже в порошок, чтобы была именно муть. Ну, и добавлю сыпучую прикормку, это у нас хлебушек, тоже хорошая ароматная прикормка, уже проверял не раз, работает, поэтому будем пробовать. Пока все оснастки будем завозить на дно ложить, если поклевок не будет, тогда уже будем экспериментировать и использовать зигрик. Так, ну, вот такая, друзья, у нас прикормка получилась, крупная фракция, ну, есть, конечно, и мелкая фракция в виде конопли, вот, много пылящей фракции в виде пелица, ну, и сейчас еще гейзер добавим, вот, ну, и зерно, горох, тигровый орех, кукурузка, конопля, такой big fish микс получился на крупную рыбку. Ну, и немножко добавил пелица 20-го. Все, будем сейчас собирать оснастки, насадки, и, в принципе, можно приступать к кормлению и к самой ловле. Друзья, вот, кстати, рыбка клюнула без корма поисковым методом. Ну, там я немножко пелица кидал. Рыба не крупная, но зато отзыв есть. Точку правильно, знаешь, выбрал. Я помаркирился, выбрал перспективные точки, здесь их легко искать. Ну, и халот у нас есть на кораблике, и халотом тоже посмотрел, пробил, в принципе, все совпало. Да, амурчик. Маленький совсем. Да, килограмма три, наверное. Ну, борется рыба сильно. На кукурузу нашу клюнула рыба. На персик. На кукурузу взять? Персик. Хорошая засечка. Крючки четверку поставить. На трофейную рыбу приехали. Тихо, дружок. Здесь насадка нашей кукурузы. Для тех, кто не знает, мы начали производить свою кукурузу ароматную. Кукуруза это обычная сухая, но она ароматизирована, и она запах держит очень долго. И запахи такие натуральные. Вот персик, прям вот персиком-персиком пахнет, хоть самому кусай. Ну, и такая вот насадка. Три кукурузинки, один поп-ап. На скользяке оснастка скользяк. Рыба клюнула. Наверное, даже трешки нет. Он короткий, но упитанный такой. Вот такой. Около трех килограмм. Наверное, один из самых маленьких. Ну, отпускаем, ждем покрупнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 огромный сейчас я вам его покажу вот он вот такой карп ну а вес его 12 килограмм там чем-то ну будем считать ровно 12 килограмм но выглядит он реально больше и бой дал сопротивление конечно они здесь вообще сопротивляются как будто реально последний раз очень мощный карп и самое главное у нас три палки стоит на бойлы на крупные бойлы 24 20 с поп-апом и только одна палка была на нашу кукурузу со вкусом персик и он клюнул именно на нее это не может не радовать кукуруза рабочая и привлекая таких вот огромных карпуш ну что пару фото отпускаем и ждем еще крупнее здесь их очень много у нас очень раннее утро время полупятого и я открылся по осетру поймал своего первого в жизни осетра на карповую удочку то и вообще первого в жизни осетра каким-либо способом такой килограмм 6 что не забой дают тоже очень мощная такая рыба и даже сейчас сопротивляется вот такой вот осетр килограмм 5 конечно поймать бы на 20 здесь они было вообще круто он такой колючий у него колючки поэтому с ним нужно осторожно чтобы не порезаться ну что друзья рыбалка продолжается раннее утро карпа ночью поймал на 12 осетра килограмм на 56 наверно андрюха ночью хорошо тоже половил поэтому все отлично отпускаем этого красавца и ловим дальше это точно десятка ох да это здоровый зацепил ох кай ну первый раз довелось не поймать такого крупного сетра не знаю ребят это море короче эмоции и счастья ловите крупных рыб ух и теперь мы его отпустим домой вот такого друзья антоха поймал осетра воде сфотографировались будем рыбку отпускать вот такую красавицу здесь еще больше есть этот мой взвесили там около 15 а тут и 20 есть давай дорогая да ну вот Наконец-то мы дождались более-менее крупного амура. Я его поднять не могу. Рыба сопротивлялась очень сильно. Соперник, конечно, достойный, очень тяжелый. Да не, не, сейчас он успокоится чуть-чуть. Я его хочу просто перевернуть же. Тихо-тихо, бро, это он сейчас уже подуспокоился, а он подпрыгивал, мы его еле держали, с Васей в двоечка держал. Так, все, успокойся, бро. Нормально. Отличная рыба. Так, вот мы сейчас закормили точку обильно, до этого мы кормили по чуть-чуть и рыба отзывалась плохо. Тут нам говорили, что лучше не кормить много. Недавно были соревнования, Антон закормил точку более обильно и взяли оттуда рыбу 14+. Сейчас тут есть рыба амуры крупнее 30 кг и рыба клюет на свалах. Здесь чаша, пруды здесь примерно все одинаковые и от берега где-то около 8-9 метров идет свал с 1,3 метра на 1,8-1,7. И вот под этим свалом берет рыба. Мы решили сделать такие шары. Сейчас туда также с руки закормим немного герзером, поднимем поп-апами немного кукурузку и какие-нибудь бойлики. И будем пробовать поймать трофейную рыбу. что времени у нас осталось еще до утра, я думаю, вполне-вполне можем привлечь какой-нибудь трофей. А что будет дальше, посмотрим. Я думаю, это вот так. Они летят просто шикарно. Клубничный гейзер у нас такой с браков остался. Набрали с собой чуть-чуть с цеха. Ну, половинки как раз быстрее будут растворяться и создавать больше мути. Сейчас еще их туда докинем пару килограмм. Итак, друзья, время ближется к вечеру. Уже 5 часов второго дня. Впереди последняя ночь. Завтра утром будем собираться домой. Мы приехали после соревнований. Здесь был турнир, как я уже говорил. Ну, и спортсмены здесь сильно кормили рыбу на соревнованиях. И мы действовали по такой тактике, то есть ловили точечно, обильный закорм мы не делали. И кормили также по чуть-чуть. Я там буквально завозил 10-15 бойлок, немножко там прикормки, которые я делал, там чуть-чуть зерна. Да, рыба вообще не активна по нашей рыбалке. Там поймали пару карпов, амура, осетров там поймали. Но все равно здесь рыба обычно клюет гораздо чаще, гораздо лучше и гораздо крупнее. А два часа назад Антон решил ради эксперимента сделать такую килограмма, наверное, полтора прикормки и завез ее в точку по дальнюю стенку. И мы там поехали в магазин, и буквально через 15 минут с этой точки клюнул вот хороший амур на 14400. Вот, возможно, рыба уже реагирует на корм. И тот корм точечный, маленьком количестве, который мы кормим, она его быстро съедает. Потому что пики какие-то есть, какие-то движения в точке есть, но поклевки особо нет. А вот большое количество корма принесло крупную рыбу в точке. Поэтому я решил сейчас еще раз сделать прикормку. Та прикормка у меня уже закончилась. Перезавести точки, кстати, вся рыба почти поймана под тем берегом на выходе. Но ночную рыбу я поймал именно с середины водоема. Вот днем все поклевки с под того берега. Поэтому я сейчас сделаю прикормку и завезу две удочки на русло, на выход из русла под тот берег, а две остану в серединке. Ну, вечерняя прикормка, в принципе, все то же самое. Полтора килограмма сливы осталось. ЖБС варенки. Пылики я уже добавлять не буду. Пылить именно бойлы. Есть для этого гейзер и пелец. Ну, здесь пелец тоже слива осталось. Килограмм четырнадцатого диаметра, такой красный. Вот. И зерна уже добьем. Амур, в принципе, активный. Ну, там, хоть мы и немного его поймали. Много, конечно, ловили такого полтора-два-три килограмма. Я его, конечно же, не снимал. Но зерно нам также нужно. И, кстати, сазана, карпа, который ночной был, я поймал на кукурузу. Поэтому, скорее всего, водоем зерно также любит. Поэтому добавим остаточное зерно, которое у нас есть. По поклевкам на гейзер, в принципе, сегодня акцент делаем на клубника. Сейчас вот парни завозили клубничный гейзер, поймали Амура. Я карпа ночного поймал с использованием клубничного гейзера. Вот. Поэтому пока основу из гейзера делаем на клубнике. Поэтому пока кормим клубничным гейзером. Ну, сейчас пойдемте поменяем насадки и перезавезем все удочки на ночь. А сетры здесь тоже, конечно, бой дают. Вот я сетра поймал. Здесь был бойл 24 мандарин и попав мандарин 12. И смотрите, как он сильно разогнул крючок. А сазаная тащил, карпа точнее, он крючок не разогнул, выдерывал все нормально. Хотя карп был 12 плюс, а сетр около 6 килограмм. Вот такие вот сильные рыбы. Карпа поймал, как я уже говорил, на нашу кукурузу. Это со вкусом персик. Так, хорошая ароматная кукуруза. Уже запустили в продажу. Пока есть вконтакте, в группе нашей. Но скоро запустим и сайт. Можно будет покупать на сайте. Здесь используются очень хорошие ароматизаторы. И они прям такие натуральные. Слива, персик. Прям как будто вот именно сочный продукт. Нюхаешь. Заменил насадки. Справа вот это вот 6 кукурузин со вкусом персик. А слева 3 кукурузинки. И между ними поп-ап горох, чтобы была такая взвешенная насадка. А здесь чисто такая гирлянда из 6 кукурузин на сазана. Это первые две комбинации. Вторые две комбинации. Здесь идут бойлы мандарин 24. И шапочка поп-апа. Желтая и оранжевая. Желтая со вкусом ананас. А оранжевая со вкусом груша. В принципе, перезавозим. Скоро уже ночь. И уже будем ждать ночных больших рыб. И уже будем ждать ночных рыб. Заряжаем наш кораблик. Сначала оснастку кладем. Потом корм. Сейчас завозим на ночь до поклевки. Корма прям так побольше. И клубничного гейзера тоже побольше. Прям 3 штуки. За раз. Гейзер у нас от компании FishUp. Это наш гейзер. С нашими партнерами разрабатывается. Я тестирую. Тоже даю обратную связь. Что улучшить. Что изменить. Но сейчас мы сделали такой самый универсальный рецепт. Здесь содержится очень много протеина, бетаина. Очень много мелкого зерна. И других секретных ингредиентов. Которые привлекают карпа. Удерживают его в точке. Эти многие ингредиенты используют знаменитые спортсмены у нас в России. Которые выигрывают соревнования. Поэтому гейзер уже эффективный. Уже много раз проверяли. Почти на каждом водоеме работает. Только вот сегодня у нас некоторые сложности с ловли. Ну потому что рыба неактивная. Но и несмотря на это нам удалось поймать трофейного амура, карпа и осетра. Перезавелся удочки. Я получается поменял точки. У нас кораблик без GPS. И смотрите как делать, чтобы каждый раз завозить в одни и те же точки. То есть малярный скотч. Здесь привязываем его. И лишнее обрезаем. И в следующий раз, когда будем завозить, будем ориентироваться по вот этой леске. Вот этой метке точнее. И вот так я на каждой удочке сделал метки. И когда буду завозить, сразу будет понятно, где моя точка. И вот так можно регулировать. Там вперед, назад пару метров. Вот самую левую, видите, я ее завез. Она чуть дальше кончика удилища. Это плюс 3 метра от точки, где я кормил днем. И вот так вот. вечерняя рыбка какая-то на закате похоже на осетра ого там хвост и видел это мне все то не выходи оттуда тридцатка да ну да там монстр не спеши нет ничего хорошего крупная 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 13 сумка кило 200 весит 11800 побил ну вот ночной гость для этого поймали еще раз одну осетрину на 15 килограмм мы не фоткали отпустили так карпа решили сфоткать это мой мой биг 11 250 до 11 250 250 вот такой прикольный как брал без фонарика фонарик соскочил из палатки и бы в темноте думал покрупнее рыба ну так принципе неплохая ну что друзья двое суток пролетели так пошел очку как одно вгновение и нам уже пора собираться домой на уже удочки вымотали и И перед уездом, наверное, хотелось бы рассказать немножко про водоем. Не все еще знают, что это за водоем. Или озеро такое небольшое, как правильно его назвать. Озеро вообще находится в селе Дубовки, это Ставропольский край. Я контакт Алексея оставлю в описании. Кто захочет приехать, звоните ему. Он вам все правила, все подробности расскажет. Расскажет, где именно водоем находится, точное местоположение. И расскажет вам, как к нему проехать. Здесь, конечно, есть полевая дорога. И, конечно, лучше всего смотреть, чтобы не было дождя. Ну, смотря какая у вас машина. По водоему, что хочется сказать. Есть душ, туалет, есть сектора с теньком. Тенька тоже достаточно много и по этой стороне, и по той стороне. Водоем сам по себе небольшой, но очень сильно зарыблен крупными рыбами. Карпом, амуром, осетром, веслоносом. Есть золотой амур, карп и кой, и другие разные породы рыб. Нам удалось поймать осетра. Кстати, каждый из нас, кто сегодня ловил четвером, поймал по осетру. Пацаны даже два поймали осетра на 14 или на 15 килограмм. На 15 ночью поймали, не снимали, спали. Вот, в принципе, ну, мы не сильно много рыбы поймали, на самом деле, для этого водоема. Здесь можно ловить гораздо крупнее рыбу, гораздо больше ее, гораздо чаще. Здесь ее очень прям много. Она тут прыгала, свечи выдавала. Ну, в общем, эмоции. За эмоциями сюда можно приехать, за эмоциями, за крупной рыбой. Он такой водоемчик в английском стиле. Здесь такие холмы вокруг, деревья. Это красиво. Нам всем понравилось, и я думаю, мы в сентябре приедем еще раз. И есть мысли приехать сюда зимой половить. Зимой здесь тоже рыбка ловится, по крайней мере, осетр точно. Вечерняя наша тактика с Васей не сработала. Ну, хотя Вася поймал Амура там, по-моему, на 12 килограмм. Но активного поклева тоже не было. Пацаны кормили много. У них были поклевки. Мы тоже много кормили, но поклевок не было. Но на самом деле я знаю, в чем причина. И в следующий раз, когда мы приедем, мы эту причину устраним. Причина расположения точек, расположения удилищ. Мы, скорее всего, друг друга с Васей поперекрывали. В общем, неправильно расположили удилища. Плюс Вася... Ну, мы с Васей часто перезавозили. Я оставил метки. Но когда рыба не клевала с этой точки, я искал другую. И мы часто точки меняли, перезавозили. У нас получается такое, как минное поле кормом. Там, там, там. Очень много корма разбросали по сектору. Думаю, это могло повлиять на клев, потому что ночью мы, в принципе, ни одной рыбы не поймали. Пацаны поймали рыбу. Самую интересную мы сняли. Чуть поменьше не снимали. По правилам водоема, что хочу сказать. Здесь спортивный водоем. Всю рыбу нужно отпускать. Осет разобрать не получится. Вот. Поэтому это спортивный водоем со всеми спортивными правилами. Мат, спортивный подсак, спортивная оснастка и так далее. Ну, все условия Алексей вам расскажет. Я лишь хочу выделить вот такой конусный шок-лидер. Здесь обычный шок-лидер из плитни использовать нельзя. Нужно использовать вот такой конусный шок-лидер. Я на этой рыбалке использовал его впервые. Был некий страх. Конусный шок-лидер, он такой лесочный. Леска такая довольно-таки мягкая, тянется. Он идет от 0,30 до 0,50. Но у нас от 0,25 до 0,56. Он идет 15-метровый, это карпрошный. Здесь их в бобине 5 штук. Стоит недорогой, там, в районе 750 рублей. Если сравнивать с другими брендами, там, то, конечно, там есть и по 2, по 3 тысячи рублей. Вот. Но здесь нужно использовать от 0,30. Поэтому мы 4 метра отрезали. Получается 11-метровый. И как раз на 11 метрах он начинается 0,30. Всю рыбу, которую мы поймали, мы использовали с этим шок-лидером. Никаких проблем вообще не было. Ни отрывов, ни обрывов. Всю рыбу он выдержал. Он очень крепкий. Я пытался его на узлу так вот рвать. Все вообще отлично держит. Знаю многие ребят, которые не хотят из-за этого шок-лидера ехать. Но, поверьте, можно купить бюджетный и который будет надежный. Не подведет вас ни на какой крупной рыбе. Мы потихоньку собираемся. Поэтому, друзья, будем с вами прощаться. И уже увидимся на следующей рыбалке. Давайте, ребят, всем пока. Подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok